Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, Айбеке. Сегодня первая поздоровалась. Здравствуй, Айбеке. Так, давайте я посмотрю в чате, сколько нас с пятых классов. Так, активнее, активнее подключаемся. Так, замечательно. Алихана, Вижена, Султана, Берметвич, Бекболота, Дарека. Так, еще активнее пятый класс. Так, Алихан, нормально, поздоровайся. Так, Аман, Элина, Дамир, Сайкал, Аклбай. Так, Алия, Тамирис, Султан, Илья. Ну, молодцы. Вижу, что уже активно стали подключаться. Так, Алтай, здороваемся. Не надо мне показывать, окей? Хорошо. Переходим к уроку, ребята. Итак, урок русского языка. Ребята, приготовьте сегодня линейку и простой карандаш. Это нам необходимо для того, чтобы мы поработали сегодня с таблицей. Поэтому я даю вам время, полминутки. Приготовьте карандаши, простой карандаш и линейку. Хорошо? Мы с вами будем чертить таблицу, ребята. Итак, начинаем урок. Начнем урок вот с такого замечательного стихотворения. Добрый день, мои друзья! Перед вами снова я. Очень рада видеть всех. Ждет сегодня вас успех. А еще скажу я вам. Улыбнитесь всем друзьям. Соберитесь, потянитесь и тихонечко садитесь. Приготовьтесь к уроку русского языка. Ребята, послушайте, пожалуйста, стихотворение и определите, в чем заключается его основная тема. Мы с вами прошли тему. Мы умеем найти и поставить тему любому тексту. Поэтому прочитайте и подайте мне тему этого текста. Я прочитаю вам. Нужно ясно понимать, что задача непростая. Мысль словами выражать. Суть стилистики такая. Диссертация, беседа, речь, статья или роман, заявление на соседа, что устроил балаган. Языки во всем система. Ни к чему же нам гадать. Чтоб не мучила дилемма, нужно стили речи знать. Нет, до этого Альсан, по-моему, да, первая ответила. Ну-ка, повторите еще раз. Итак, какую тему дадим этому тексту? Так, Дамир, только не стилистика. Да, Дамир, исправь, пожалуйста. Альсаян, правильно. Но в орфографии так вот Лукбекова правильно написала. Итак, ребята, запишите число. Сегодня у нас 14 сентября. Классная работа и тема стили речи. По учебнику, параграф 7, страница 21. Записали число. 14 сентября. Классная работа в стиле речи. Можете открыть учебник. Параграф 7, страница 21. Так, записали, да, ребята? Ну что ж, ну и слово стиль. Оно новое в нашем словаре. Поэтому, ребята, хочу немножко из истории рассказать. Происхождение слова стиль. Слово стиль происходит от греческого и переводится как слово палочка. В древности и в средние века писали стержнем из дерева кости металла. Один конец стержня был заострен, ребята. Им писали на сырых глиняных плитках. Вот посмотрите, как здесь, да? Вот заостренный конец им писали на глиняных плитках. То есть сырая глина была, и вот на ней пытались писать. На воске писали, ребята. Так, дальше на бересте писали, на дощечках, да, из воска. Так, а другой конец, вот посмотрите, вот он такой, как лопаточка, да, в виде лопаточки. Им, перевернув стиль, да, перевернув стержень, стирали. Вот как мы сейчас пользуемся же резинкой, да, для того, чтобы стереть неправильно. Вот точно так же вот этим вот тупым концом стирали. Написанное. Таким образом, автор совершенствовал свое сочинение. Отсюда и выражение. Часто переворачивай стиль. То есть исправляй, перерабатывай свое произведение. Понятно, да, ребята? Откуда произошло слово стиль речи? Исправляй, перерабатывай свое произведение. Давайте обратимся к словарю Ожига, да. Так, что такое стиль? Это характерный вид, разновидность чего-нибудь, выражающая в каких-нибудь особенных признаках, свойственных художественному оформлению. Например, русский национальный стиль, стиль одежды, здесь уже кто-то мне подсказал, архитектурный стиль, да, ребят? Так, еще что такое стиль? Это метод совокупность приемов какой-нибудь работы, деятельности, поведения. Например, стиль в работе, стиль плавания. Или вот мы говорим, этот поступок совершенно не в его стиле, да? Ой, в его стиле. Он всегда так поступает. Так, ну и еще одно. Совокупность приемов использования средств языка для выражения тех или иных идей, мыслей в различных условиях речевой практики. Например, стиль художественной литературы, научный стиль. Итак, отсюда мы делаем вывод, что слово стиль – это многозначные слова, да, ребят? Давайте дальше. Посмотрите. Стиль речи – это приемы и средства языка для выражения мыслей в зависимости от цели высказывания. Это наше правило. Это правило, которое подходит нашей теме, поэтому запишите, пожалуйста, это правило в тетради. Так, прекратили переписываться о постороннем. Так, стиль речи – это приемы и средства языка для выражения мыслей в зависимости от цели высказывания. В зависимости от цели высказывания. Так, записали? Еще раз. Стиль речи – это приемы и средства языка для выражения мыслей в зависимости от цели высказывания. Так, Султан Петр, замечания. делаем отсюда вывод ребята что такое цель высказываем смотрите перед тем как что-то высказать мы ставим перед собой цель так и отсюда что такое цель высказываем смотрите например чтобы общаться до разговор друзей ставим перед собой цель поговорить или я ставлю перед собой цель объяснение нового материала или вы отвечаете на уроки или пересказывайте художественное произведение написание сочинения или изложения написание заявления на все это ребята наши цели и те как мы хотим что-то высказать отсюда вывод для каждой цели высказывания существуют стиле речи для каждого цели высказываем существует стиле речи в зависимости от устной или письменной речевой ситуации потому что смотрите ребята у нас речь делится на устную и письменную с вами это уже обговаривали да мы можем разделить речь на два основных стиля какие так подсказываем какие два основных стиля в зависимости от устной и письменной речи два стиля какие правильно сутан какие так ильяс замечание быстрее думаем я вам подсказываю ребята еще раз в зависимости от устной и письменной но нет 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 не устные письменно а вот смотрите ребята в уме нет если они в уме хорошо разговорный и книжный я же вам сказала в зависимости от устной и письменной речевой ситуации у нас есть разговорный и книжный разговорный и книжный запишите пожалуйста стиле речи стрелочки сделайте разговорный книжный так знаете почему не успеваете потому что сидите и переписывать а посторонние я задерживаться не буду так разговорный и книжный так записали очень хорошо обратите внимание что разговорный стоит единственном числе а книжные во множественном числе значит книжных несколько до несколько типов об этом мы с вами поговорим позже так дальше ребята мы подошли с вами к нашей таблице возьмите карандаш и карандаш возьмите простой и линейку и в тетради начертите вот такую таблицу так которая состоит из четырех граф в первой графе стиль речи который мы будем заполнять на протяжении всего урока до название стилей дальше где употребляется данный стиль сферы использования где употребляется данный стиль сферы использования дальше этот стиль с какой целью употребляется цель следующая графа цель и особенные слова которые присущи только этому стилю речь и так ваша таблица состоит из четырех граф. Первое – название стиля речи. Во второй – где употребляется данный стиль сферы использования. Третье – с какой целью употребляется данный стиль речи цель. И в четвертой – особенности стиля. Там мы записываем особые слова, которые присущи только этому стилю речи. Итак, разберемся с первым стилем, который нам знаком, которым мы владеем лучше, лучше всех стилей, лучше остальных стилей. Так, итак, это какой стиль, ребята? Так, какой стиль, подскажите, самый первый стиль, которым мы владеем. Разговорный, Мерей, молодец. Так, разговорный стиль, сфера использования. Где мы пользуемся этим стилем? Где мы пользуемся? Правильно, разговор везде, хорошо, не везде, в жизни, да, скажем так, в жизни. Так, дальше, цель. Успеваем записываться, ребята. Успеваем записывать. Так, цель. Люди делятся своими мыслями и чувствами. Люди делятся своими мыслями и чувствами. И последнее. Особенности стиля. Разговорная лексика, эмоциональная речь. Разговорная лексика, эмоциональная речь. В последнем мы записываем те особые слова, которые присущи этому стилю. Так, успели записать? Итак, разговорная речь употребляется в жизни. Люди делятся своими мыслями и чувствами. И особенности этого стиля. Разговорная лексика, эмоциональная речь. Так, следующий стиль. Это научный стиль. Записываем. Научный стиль. Где он используется, ребята? Где он используется? Так. Где используется? Быстрее, ребята, быстрее. Так. В науке. Мирей молодец. Опять в науке. В школе используем этот научный стиль? В школе? Да, нет. Напишите. В школе используем научный? Да, молодец. В школе тоже используем научный стиль. Да, на уроках. Молодцы. Так, дальше где? Цель какая? Цель писать научные статьи, тексты в учебниках и так далее. И особенности этого стиля термины определения. Так, успели записать? Быстрее. Быстрее, быстрее. Молодец, Мирей. Очень активно работает. Молодец. Так, до река. Молодец. Угу. Так. Ну что ж, ребята, поехали дальше. Еще один стиль. Еще один стиль. Официально деловой стиль. Так, сферы использования. Используется в документах, объявлениях, заявлениях, рекламе. Цель общения граждан с учреждением. Вот, например, когда ваши родители пишут заявление в школу, они используют официально деловой стиль. Дальше. Здесь особенности этого стиля. Слова используются в прямом значении. Ни в каком, ни в переносном значении. Только в прямом значении. Так, закончили? Записали, ребята? Успеваете, молодцы. Так, дальше, ребята. Итак, смотрите. Мы с вами сказали, что стили речи делятся на разговорные и книжные. Отсюда делаем вывод. Книжные на какие делятся? Книжные на какие делятся? Только что мы с вами записали. Так, ну-ка, кто первый? Книжные на какие делятся? Ну, научный, Мирей, молодец. Дальше. Нет, нельзя, назад бегут. Успевайте. Так, книжные на какие делятся, султан? Книжные делятся на книжные, что ли? Так, книжные делятся на научный и официально деловой. Так, помните, схема у вас была вот эта вот? Туда напишите, пожалуйста, что делится на научный и официально деловой. Есть еще стили, ребята, но сегодня на уроке мы рассматриваем только эти. Так, дальше, ребята. Определите стиль речи. Вот такое вот стихотворение. Поделиться впечатлением, если с другом захочу, то ему без промедления по мобиле позвоню. Ну, привет, я тут скучаю, приходи-ка на чье, поболтать с тобой мечтает дивный нынче вечерок. Нет, не болен, просто скука, если хочешь, то хандра. Не молчать. Ох, это мука, сплетень хватит до утра. Писать, пожалуйста, какой это стиль. Какой это стиль? Просто напишите мне, какой это стиль. Элина, молодец, это разговорный стиль. Нет, Альсиан, это разговорный стиль. Посмотрите, слово мобила, привет, поболтать, там, дальше что, сплетень хватит до утра. Это разговорный стиль, конечно же, ребята. Приготовьтесь, определите стиль следующего стихотворения. Стиль логичный, объективный, в нем прямое слово значение, я вам намекала, да? Так, применять нам эффективно в описании явления. Можем мы всегда узнать стиль сухой, немного скучный. Термин стоит лишь сказать перед нами. Стиль какой? Стиль какой? Научный. Опять Мирей, молодец. Замечательно. Замечательно, Мирей. Так, Альсиан, хорошо, Тамирис, хорошо. Это у нас научный стиль. Замечательно. Те, кто активно работает, просто молодцы. Так, дальше, ребят. Может ли это предложение использоваться в научном тексте? Да, нет, пишите. Стиль – это сложившаяся система речевых средств. Так, Альсиан пишет «да» в научном тексте. Так, Султан, да, 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 да. Да, конечно, ребята, это предложение можно использовать в научном тексте. Назовите слова, которые относятся к научным терминам. Назовите слова, которые относятся к научным терминам. Слова эти напишите. Так, нет, слова, которые в этом предложении. Вот в этом предложении. Стиль – это сложившаяся система речевых средств. Какие слова здесь относятся к научным? Так, средства. Так, дальше. Система, молодец. Еще, еще. Средства. Ага. Дальше. Система. И все. А слово стиль? Стиль тоже относится, да? Речевых средств тоже относится. Хорошо, ребята. Так, дальше. Определите стиль речи. Документ в законную силу вступает. В установленном порядке оформлен кредит. Банк гарантию предоставляет. Приговор обжалованию не подлежит. Так, неделовой. Думаем. Мы с вами заполняли таблицу. Так, нет, неделовой. Вы забыли еще одно слово. Нет такого стиля, Дамир. Официально деловой. Аль Саян, наконец-то. Это официально деловой стиль. Хорошо, замечательно. Так, что ж, ребята, дальше. Вот такое вот объявление. Во второй четверти 8.00 на площади возле школы состоится встреча учеников пятых классов и учителя русского языка. Явка обязательно. 14 сентября 2002 года. Учитель русского языка Кадырмышева Айгульса Мединовна. Так, какой это стиль? Ну, не бывает делового, Аль Саян. Так, какой это стиль? Какой это стиль? Официально деловой солидат пишет. Так, все остальные согласны? Официально деловой. Правильно, ребята, это официально деловой. Я вам официально заявляю, что мы с вами обязательно встретимся во второй четверти на площади. Познакомимся поближе. Так, да, это реальная Аль Саян. Дальше, ребята. Вот такой вот эксперимент проделаем с вами. Хорошо? Хорошо. Перед вами текст. Прочитайте его, пожалуйста. Сфотографируйте, потому что не успеете переписать его. Это домашнее задание. Что вам надо сделать, ребята? Вам надо с этим текстом переделать его так, чтобы у вас получилось объявление. И такое же объявление, какое я вам перед этим дала. То есть вы должны разговорный текст, перед вами разговорный текст, вы должны переделать его в объявлении. Хорошо? В объявлении переделать. Так, понятно? Еще одно задание, ребята. Еще один эксперимент. Сказка о колобке. Все же знаете, да? Нужно сделать рекламу колобку. Это тоже официальный, официально-деловой стиль. Тоже сделайте мне, пожалуйста, рекламу. Прорекламируйте мне, пожалуйста, колобка. Хорошо? Задание выполнить тетради. После классной работы сфотографировать. Отправить на электронную почту учителям-пределения. Понятно? Так, два задания у вас. Дальше. Тест по теме стиля речи. Назовите виды общения. Устное и письменное. Устное и телефонное. Письменное, интернет-общение. И последнее. Так, ну, телефонное и интернет-общение. Цифры пишите мне. Виды общения. Виды общения. Цифру. Так, Алия первая. Цифра 1. 1, 1, 1, 1. Хорошо, правильно. Молодцы. Молодцы. Дальше. Где мы применяем официально-деловой стиль? Так, СМИ, средства массовой информации, законодательство, дело производства. Беседа. Где? Цифру пишите. 1, 2, 3. Какая цифра правильная? Какая цифра правильная? Так, 2, 2, 2. Так, законодательство и дело производства. Молодцы. Дальше. Выберите вариант, которым верно указано название стиля речи. Цифру пишите. Где указано правильно название стиля речи? Так, 3 кто-то пишет. Научные и разговорные? Султан, я вас умоляю. Так, Алихан. Разговорный и устный. Разговорный и письменный. Алихан, как может быть разговорный и устный? Думайте. Так, дальше. Какие виды речевой деятельности характеризуют письменное и устное общение? Буквам подберите соответствующие цифры. Напишите, пожалуйста, цифру 1 и буквы, которые подходят под устное общение. Потом напишите цифру 2 и напишите буквы, которые подходят под письменное общение. Поехали. Цифра 1 и рядом сразу буквы. Алихан, нет, неправильно. Так, первое БВ и второе. Так, проверяем. Проверяем, ребята. Первое БВ. Молодцы, кто так ответил. И второе АГ. Замечательно. Хорошо поработали. Итак, ребята. Почему так важно знать стили речи и уметь их правильно использовать? Для того, чтобы правильно действовать в любой речевой ситуации, уметь передавать информацию, написать сочнение и так далее. Что нового мы сегодня узнали с вами? Мы узнали новый стиль официально-деловой и его характерные признаки. Замечательно, ребята. Просто молодцы. Сегодня хорошо поработали. Напоминаю, что у вас 2 письменные работы сегодня, которые вы должны отправить мне или своим учителям-предметникам. Это первое задание у вас было.